качки ребятушки меня зовут сергей это канал хибары мы продолжаем играть в игрушку под названием frost панк 2 у нас пошла сюжетная линия мы уже сыграли одну серию в прошлой серии соответственно пытались развиваться угли добывать и в этот раз мы продолжаем поэтому ребятки присаживаемся поудобнее заварим чай кофе печенюшечки одеваем теплые куртки шапки шарфы все что только можно будет холодно поэтому поэтому приятного всем просмотра и погнали погнали не забывайте подписываться на канал рассказывать друзьям комментировать я все прочитаю всем отвечу без исключения лайки лайки дизлайки это приветствуется очень приветствуется хоть лайки хоть дизлайки дизлайки тоже нормальная тема соответственно жмем колокольчики ссылка в описании на поддержку канала и и добро пожаловать всем новым зрителям поехали продолжаем я себе заварил я тут включил себе обогревать и чтоб мне тоже было не холодно потому что уже погода зябкая пошла зябкая погода завалился просто охренительный чай вот охренеть а нахеря я так сделал то как ли пошли короче охренительный чай называется называется смородиновый вот прям пюрешка смородиновая такая с кисленькой но сладенькая вот мята и короче ой вообще прям вообще витамины витамины обязательно такая погода что нужны обязательно витамины так продолжаем значит постройте логистический район и старый на старой время нки чё так в эти паузу нажмем мне надо понять вообще вспомнить так значит у нас уголь пошло пошла добыча идет прирост больше чем расход так у нас значит жилья не хватает еды не хватает у нас них у не хватает но мы строимся мы строимся у нас значит что здесь строится у нас строится добывающий район да кстати здесь же еще просто огроменная карта нам надо будет потом лазить в другие места разведывать открывать новые города пока что у нас минус 30 но скоро будет минус 50 это просто жопа как печально план поехали найдите постоянный источник топлива за пределами города а то есть мне уже ну а я же строю этот я забыл у меня же здесь а подожди где я строю у меня где-то разведчики строится здесь по-моему всегда это жира нет это залежи угля у меня где-то же разведчики строились не а вот они елки не подожди что я все забыл так нам надо кстати развиваться не ждать пока наверное нам что-то скажут потому что чё время то идёт ресурсы пила рама фабрики рабочие места меня 50 монета если у меня 50 молит монет разруха незначительно растет спрос на рабочую силу падает что это значит не он согласно с этой идеей чтобы снизить нагрузку на рабочих машины должны работать на предприятии на предприятиях круглосуточно а люди посменно согласен на самом деле эта тема у меня поборники поборники у них 12 процентов от города мне надо скорее всего сделать вот эту потому что тогда у них прибавится процент и у нас будет равноправие такое ну как бы у всех будет хорошая сила ну и притом это хорошая хорошая тема давайте изучим пускай изучается поборники так пора нам что-то резать пора нам рубить и а это бесконечно как я понимаю вот это источник бесконечный замерзший лес потому что вот написано восьмерочка соответственно 100 миллионов я думаю что типа за игру наверное невозможно все добыть поэтому давайте-ка мы прорубим до леса это будет источник тепла правильно найдите постоянный сночек топлива постоянный топлив за пределами города город это вот это пределы наверное это вот эта яма ну как я понимаю возможно я могу ошибаться давайте в любом кублять ведь в любом случае прорубим так у нас еда пошла и до минус 40 но нужно еще рубить а у нас кстати прорублены же мы же можем поставить центр хранения так отопительные хранить так нет подождите это не то это мне нужно добывающие не хватает чем не хватает требуется еще 100 а у меня рабочей силы не хватает так мы сейчас закон примем он наверное снизит рабочую силу мне кажется совет здесь так много в игру добавили по сравнению с первой частью что на самом деле становится тяжеловато я кстати чё говорил я говорил что я пройду обучение почитаю все до запись я забыл на самом деле до записи вот этого видоса я думал что я почитаю все я опять забыл надо себе напоминалку поставить я обычно всегда в себе ставлю всякие напоминалки но в этот раз я что-то забыл поставить напоминалку чтобы не забудь чем ну ладно ни чём следующий раз точно сможем построить и логистический район на старой временке что такое логистический район вот логистический район на старый на старый времянке что такое время но для меня времяALK это что-то временное где я могу его про а мы живут здесь нет подожди мы это не строили старая времянка я не понимаю где я могу строить я могу вот здесь строить или вот здесь вот не прорублено а здесь могу подождите здесь же вот тепло по логистический район я чё-то забыл что ли я чё-то не понял я чё-то не понимал а может быть здесь и что это такое вообще старая времянка что такое времянка исследовательский институт это не то ядорубы нам надо в любом случае материалы добывать потом а у нас рабочей силы не хватает вот в чем прикол отправляет картографические экспедиции морозные земли отвечает за доставку ресурсов между городом колониями и я вам постом морозные земли эффект требования 400 рабочая сила 25 материал у меня есть они вообще подожди 200 модулей но 200 модуль у меня есть топлива у меня есть рабочие силы есть так что значит времянка что значит времянка нигде не могу ничего строить это что такое замерзший лес замерзший лес это что так это угольный скоп это что я не понимаю добывающий район промышленность отопительный центр центр хранения материалов центр хранения пищи рабочая сила так короче топлива у нас есть давайте еду заполнять у нас мне кажется с едой проблемы на мой взгляд продовольственный район так продовольственный район занятность в районе так подождите найдите новые источники тепла постройте логи постройте логистический район на старой времянке где 100 так 100 такой 100 такой старая времянка здание есть свои спрос и выработка которая добавляет на здание могут повышать базовую обработку районов так на первую пора вы можете разведка новых идей на него из вред технологии за следить за тем кто так давайте я сделаю знаете как я сделал вот так короче я на самом деле догадывался что так и есть но не догадывался что настолько короче я просто глянул и на самом деле так и есть как я предполагал что мне нужно прорубить мне нужно про а я чё не могу больше 172 рабочие силы но закон еще не изучен я думаю сейчас мы изучим и все будет нормально короче старая времянка наверное вот это ну похоже похоже на то хотя там какая-то рыбацкая рыбацкая херня сейчас посмотрим а ну вот бляй ну я же так и знал старая в ребенка морозный все я просто не туда посмотрел мне уже жарко стало от этой батареи все я понял надо было изначально так все окей давайте ускоряем процесс рубить пока не могу ждем пока построить отлично отлично мы сделали так совет в повестку для законов срыва автоматически это пять человек зарегистрированы как больные это хреново это хреново я прорубить не могу рубить я не могу а я уже все построил я построил при этом я не могу убить потому что рабочая сила не позволяет давайте знаете как значит вот так загрузим просто и все ну загрузи ты чё делаешь то загрузи сложноватая игра на самом деле сложновато я на самом деле кто-то может сказать что вот и там играть не умеешь вот вообще невнимательный лох там и туда-сюда но я сравниваю по общему по общему показателю любых игр неважно там будь то так а мы можем прямо здесь порубить кстати потому что смотрите вот есть разные игры да неважно какого плана неважно какой там ну вот вообще неважно какая по что игра но есть общий показатель понятности игры она может быть очень сложная например тот же не знаю ну там не знаю даркист дадан даджин даркист или как там даркист данжин там первый второй не неважно можно условно выбирать любые игры и где-то будет сложно сама игра сложная где-то легкая неважно но есть общее понимание того что тебе нужно делать то есть ты понимаешь куда что до сложно там по времени по но ты понимаешь что надо сделать а здесь ты вот что-то как-то вот обучение непонятное вообще что-то раз-два сказали сделать то сделай все но если ты хочешь супер круто почитать то типа знать как играть тебе нужно прочитать вот эти трактаты обучения когда ты начнешь правильно играть когда делают так это неправильно обучение обучение должно тебя заинтересовать то есть ты помимо того что проходишь обучение тебе интересно его играть ты понимаешь ну типа так интересно давайте здесь вас посмотрим дать ты вот те вроде говорят что делать но ты при этом чувствуешь, что ты сам это делаешь. И при этом ты понимаешь, развиваешь свое мышление, и ты понимаешь, как тебе надо действовать. Здесь, блядь, меня просто бросили строить там, строить там. И, короче, а как строить? Вот это, если ты хочешь понять, как строить, читай точно, внимательно наши описания. Вот. И здесь вот именно так. Вот сейчас мы тоже опять начали. Строй временку. Может быть, в прошлой серии нам сказали, но я так и не обратил может на это внимание. Так, вот, гистический центр. Может быть, может быть. Я не спорю. Может быть, я просто был в прошлой серии, в конце невнимательный. Но я не помню про это ничего. Вот. А сейчас мне не указывают. Как-то, ну, слишком поверхностно. Ну, построите там. Мне не сказано. Вот надо писать так же. Прорубите. Тогда ты понимаешь, что, ага, это где-то здесь. А тут просто построите. Где, блядь, строить? Куда мне идти? Ну, то есть, короче, вот, не знаю. Я вот негодую на самом деле только по этому поводу, что идет слишком тяжелое погружение. Тяжелое погружение. Игра интересная. Мне нравится. Все по кайфу. В целом. Но... А, здесь можно даже так делать. Я, кстати, не знал вот этого. Что там они делают? Дерутся, что ли? Что они там ругаются? Непонятно. Вот. Из-за этого идет тяжелое погружение. И ты дольше вникаешь в игру. Тебе тяжелее. Начинает отталкивать. Ну, лично меня. Я про себя говорю. Ой, кислое. Кисличе. Ну, черная смородина, она такая. Она вроде и сладкая и кислая одновременно. Надо ускориться немножко. И вот даже, смотрите, так. даже смотрите я изначально вот до вот этой загрузки пошел не в ту степь я начал строить там и там прорубать в итоге я зашел в тупик и мне уже не хватает ресурсов на то чтобы сделать то что мне реально нужно то есть не должно быть так не должно быть так что тебя бросили в свободное плавание вот тебе такие задачи но ты должен понять как их сделать то есть не знаю не знаю короче двоякое чувство так мы изучили мерзлоту вокруг нее лодана и найдем источник топлива который обеспечит городу будущее найдите постоянно источник топлива за пределами города вот мне нужно сначала прочитать вот это вот это вот мне вот эти вот трактаты надо почитать тогда я пойму в чем прикол по ходу мне вот так не говорят то есть а я не хочу вот постоянно прерываться тут этих обучений были 10 серий записывать придется так new лондон соответственно вот у нас есть разные тут морозные земли я так понимаю временное жилье принадлежно перенаселенность и всякое истекающие запасы топлива заставили многих new лондонцев укрыться в этих временных жилищах построенных как небольшого горячего источника теперь они ждут улучшения ситуации чтобы вернуться домой забрать нет зачем забирать у меня и так места нету вернуться позже здесь стояла старая угольная шахта вполне возможно там еще остались запасы открытой территории угрозы безопасно возможные находки так модули ядра морозные поселенцы длительность разведки 15 недель требуется что это такое базовые требования где минус 10 морозные отряды морозные отряды отряды разведчиков окно отправить экспедицию я так понял меня а вон они у меня вверху показаны морозные отряды у меня еще 5 осталось отряды стражи так я отправил экспедицию правильно правильно что у нас тут замерзшая бухта 30 с лишним лет назад рабочий имперской гела гела го разведан гела го разведочной компании прибыли сюда чтобы посмотреть генератор построить генератор несколько несколько наспех демонтированных опор по-прежнему торчат из-за льда напоминаю о своем мимолетном предназначении открытая территория безопасно короче следующий раз отправим 15 недель тоже требуется у меня всего 5 так они пошли до да смотрите два замок кстати за моей вебкой не видно я не знаю спустить не спустить у меня просто текущая задача там play play там ускорить не ускорить написано и new london 24 декабря 6 1916 года и ресурсы ресурсов и принципе их все видите только вот значок тепломарки не показывает вам ну именно значок цифру то 216 показано так что не буду я камеру сдвигать так тут еще какие-то а это всякие короче территории ладно что мне нужно делать найдите постоянный источник очень по сути надо ждать надо ждать и надо построить для материалов у нас с этим могут быть проблемы материал вот надо добывающий район у меня уже не хватает ну все тогда получается чисто ждать пока они там разведают что такое они уже вернулись а идет экспедиция так давайте ускорим все окей а похолодало что лили сейчас будет похолодание пока что минус 30 так сью миллер 12 лет беспризорница батя синди взял и нанял ее гувернан ей гувернан гувернан тку будто она графини или что-то вроде того мы этого не допустим мы крепко наваляли этим этой мелкой поганки парни фергисона тоже получит урок если они сегодня вечером опять попытаются нас поиметь мы мы достанем бритвы и скажем что вырежем им глаза будет весело охренеть я а еще мы хотим устроить крутой махач из оружия только короткие ножи ну кто хочет поиграть закон детстве не принят и в городе растет напряжение а детстве давайте примем давайте где здесь у нас общество наверное это общество молодежь так поборники больше никто не разделяют никто подожди как никто как вас так как воспитать из нашей молодежи достойных граждан освобожденная молодежь нужно дать молодежи свободу действий не ограничить ее ею не ты чё доверие слегка растет открывать способность программа занятности подробь позволяющие труду и строить молодежь во внеурочное время пополнения пополнять тем самого рабочей ряды так правильно беспризорность то меньше расти будет подождите а чё там дальше я просто не вижу он вообще показывает нет рабочая сила растетность рост населения здесь просто не показано где у нас чё по детству не по детству давайте примем давайте молодежь нормально а чё нас она ничем не занимается в ней никто не поддерживает не разделяет мне похеру они блин беспризорничать ничего не делаешь начинает там резать друг друга так будут работой заняты и все и жизнь у них наладится и у меня тоже наладится лишь какие ок найдите постоянный источник тепла я его найду когда-нибудь элемент долго-долго они там разве почти почти прошло ну-ка почти 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 ах а так найдите поставить так мне теперь значит надо там что-то построить правильно правильно так же выбор так выброшенный вспомогательный двигатель дредноута заглянув под обшивку мы нашли ядро деталь созданную до вьюги которую сейчас невозможно произвести мы используем ядра как источник им для наших самых сложных устройств судя по трещинам во льду дредноут находится в замерзшей бухте уже давно плюс два ядра мне нужен постоянно рост населения нас стало больше на нихрена себе на как много теперь я точно смогу что-то построить потому что у нас вечно не хватает рабочей силы я же в шахту шел почему наверное это и есть горнодобывающие где много лет назад жили и дети возрослев они стали гражданами нью лондона капитан показал последней шахтером вернуться домой но мы знаем что здесь еще остался уголь так забрать модули со склада и эти компоненты будут нам подожди эти компоненты помогут нам благоустроить нью лондон для использования шахты требуется больше морозных отрядов 300 модуль так у меня хватает подожди 5 так и заодно аванпост в этом месте сможет увеличить наши запасы на 250 уголь пока не закончится отлично так создайте тропу давайте приснили 250 уголь выработка морозное требуется 20 морозных отрядов требуется 20 а у меня их нету столько как у меня типа их не хватает да а как не увеличить то морозные подожди морозный отряд требования транспорт так город разрастается рост населения так но это нас больше стало да это понятно как как мне как мы не присоединить то может мне сначала надо было так подождите строительная тропа стоимость 10 морозные отряды 25 тепла а 10 смотри а так подожди так хватает тепла марки модули стандартный торговый путь 250 любого так ну ка что-то я не понимаю а вот оно как все подожди я типа сразу не могу что строитель ничего все понятно надо искать его более простой путь нет подожди подать а там еще показывает строительство так что мне надо сюда правильно город то совсем так ну-ка допустим не у лондон строится осталось четыре недели отлично отлично четыре недели давайте я прям просто ускорюсь и все так что там еще опять случилось разносчики болезни первая первая трещина наместник небольшой наместник на а на месте да на месте никого небольшая группа мороза морозоборцев отказалась пройти обычный медосмотр который устроили поборники эти медосмотры атовизм далекой эпохи когда чей-нибудь кашель угрожал здоровью кашель угрожала здоровью всех жителей города это все в прошлом мы изменились заявил один из них нет смысла нарушать ряды этого права на частную жизнь чё дурак что поборники отметили что регулярные медосмотры защищают рабочих мы должны следить за здоровьем граждан возразил один из бригадиров у нас бывали эпидемии и мы не допустим нового правильно правильно все правильно говорит что значит частное личное ты если хочешь частную личную жизнь пиздуй нахуй за свои эти как их за наш город иди живи там во льдах живи в пещере чё хочешь делай ты можешь разнести инфекцию если у тебя будет какая-то срань микробы и прочее говно гной и прочее если ты будешь разносчиком этого инфекции кто-то заболеет рядом с тобой то все пойдет цепная реакция все весь город вымрит выборит ну не мор не обязательно весьма у разруха пойдет счет дурак что ли и вообще головой своей думаешь хочешь сейчас нужен мне вот эти вот всегда поражали люди которые вы не имеете права это моя честно частная жизнь там типа я имею право на неприкосновенность вы ничего не можете у меня и братья трогать смотреть вообще иди бери вещи и живи в тайге в лесу где ведь на помойке все живи там разносить тараканов чё хочешь делай потому что из-за тебя заболеют другие которые не хотят болеть они работают они они хотят есть а ты такой типа охереть молодец конечно разрешить обязательный разве мне похеру на что это повлияет на какие отношения я считаю так нужно все мне похер я чё поборники добыли повеса это тогда освобожденная молодежь так хорошо так там сколько осталось то у нас они говорили что строят почему что случилось требование залежи 600 модулей осталось 260 а чрезвычайный смех почему не работает или потому что сейчас просто ночь чё-то непонятно они что-то бывает они модули добывают еды у нас все меньше и меньше чё там по тропе она сейчас строится или не строится я ни с какой стороны не могу подойти город ну значит это так и надо так заброшенная шахта отключена почему она отключена доставка по тропе требования не выполнены что не выгон так почему не выполнена угол аста уголь остатки требования 20 так до хера людей замерзла насмерть какая-то какая чертовщина происходит как мне повысить логистический район где я его строил я что-то а я его строил где-то здесь может его улучшить просто так а мне что-то здесь дали смотри так смертность из-за холода проблемы городе наместник резкое похолодание губит жителей города люди замерзают но это не только на улицах но даже дома и на работе повсюду царит атмосфера скорби и гни и гнева люди боятся что ужас прошли вернуться под нашим руководством они хотят чтобы совет принял новый закон который помогут в борьбе с этим кризисом люди будут так отопление угольные шахты теплоизоляция жилья о базовая потребность в тепле жил так отлично изучить 50 нью лондос и поборники согласны я считаю что надо поборники пускай они пускай у них растет процент тогда они не будут нам докучать так пускай пускай развивать так что у нас здесь укрепить этот район чтобы увеличить его производстве добавить одну ячейку для здания допустим увеличиваем окей я посмотрим как это выглядит да смотри все 2020 отлично отлично наконец-то наконец-то вон у нас дорога пошла соответственно у нас пошла добыча мы выполнили задачу найдите постоянно стоящих тепла за пределами города разве я не нашел разве я не нашел или мне что-то другое надо найти так непонятно почему у меня не работают не дожди модули осталось 170 а нет все-таки она они все-таки работают это типа показатель того что у меня залежи кончаются модули но модули у нас дохера нам нужно строить материалы и еду еду обязательно у нас людей больше еды меньше это плохо это очень печально это вот это что такое совет так что у нас по совету заседание делегатов голосование через 10 недель против за так молодежь освобождение так нужно дать молодежи свободы это помню мы разрабатывали этот закон отношение к вам благосклонность за 21 против 13 мнение разделились сомневаются 60 так я считаю что нужно проведите переговоры с делегатами чтобы попытаться повлиять на их мнение давайте договоримся так распределение голосов не желают договариваться им это нужно поборники это им нужно да они же по моему как раз и хотели этот закон ну давайте давайте с морозоборцами поговорим так мои условия они проголосуют за закон на следующем голосовании все должны помогать участники и готовятся к отправке длительные разведки с длительность разведки слегка падает адаптация теперь на шаг ближе так я считаю что надо исследовать сортировать ангар сборщиков аэродром в котором сборщики отправляются в морозный короче короче я считаю надо вот это сделать потому что смотрите 20 а это какие это их условия их условия смотрите 14 на рабочую силу 20 процентов эффективности сбора а нам сбор то как раз очень сильно нужен давайте примем смотрите смотрите мы нормально так договорились давайте еще договоримся с кем так не желает не желает окей ладно и хер сами давайте голосовать так освобожденная молодежь ну да смотрю у меня прям голосование вообще жестко так закон примет отлично найдите так исследуйте что там что там у нас исследуйте сортировочный аган ангар сборщиков так морозные земли ангар сборщиков 20 эффективность да все давайте изучать только вот надо посмотреть кто за кого мне все это делать поддержка 12 процент давайте опять поборники 10 эффективность сбора в смысле больше никто не разделяет поборники согласны с этой идеей new лондонцы морозоборцы морозоборцы они как раз по идее за то чтобы эффективно все делает добирать уголь и прочее 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 давайте тогда за них изучить чему не хватает мне денег что нету 50 чё такое хватает все а я на я не могу потому что у меня идет другое изучение так у меня идет другой сечень давайте строить давайте строить о том и что-то уже вообще расслабить продовольственный район так вообще-то надо прорубить для начала для начала надо прорубить много еды так много еды так много еды топлива мы наладили потому что смотрите стало плюс 110 теперь надо построить наверно какие-то жилища еще к тому же живой район давайте строить где мы можем построить надо где-то где потеплее где-то вот наверное вот здесь вот смотрите нормальный район такой тепло плюс 20 давайте здесь построим да потому что не хватает жилья жилья не хватает жилья у нас не хватает почему у меня не отмечается что я нашел постоянный доход если я нашел если я нашел угольную шахту почему мне что нужно какое-то другое конкретное решение замерзшая бухта я даже не могу отправить потому что у меня не хватает не хватает людей на то чтобы это сделать пустая ячейка для за для здания 2 2 ячейки для здания что я могу построить сюда добавили промышленный так логистический район центр хранить центр хранения центр хранения центр хранения центр хранения непонятно пока непонятно может быть у меня просто еще не дошла первая первая ходка с углем до меня может быть поэтому типа не отметил может мне надо чтобы просто приехал хотя бы первая команда и тогда все будет нормально так продовольственные районы смотрите нормой бы сейчас вот здесь прям хорошо так раз два три 4 5 так тут 4 ну-ка если я отсюда начну раз два три посмотрите здесь нет здесь у меня три выходит тогда построим здесь так надеюсь с едой будет нормально так что опять такое что там случилось так 27 лет формации смело мечтать течение многих лет поборники подвергали нападком все кто так или иначе критиковал капитана но несмотря на так поборники запомню на потом так на потоке вранья из них это продолжить наши традиции теперь у нас есть совет можем может нам пора перестать мечтать и наконец что-нибудь изменить совет побуждает людей делиться новыми идеями по развитию города но идея неплохая на самом деле новый голос или грим и нейтралитет морозоборцы 549 человек новый голос пилигрим и создают фракцию эти пилигримы по построили стойкое сильное духом сообщества скреплены узами традиций им не по душе подрывная угольная шахты освобожденная молодежь если вам не понравилось что их декларация так они хотят принять общество общественной работы борьба с заражением детства обучение семейным делом это кстати хорошее хорошее дело на самом деле 6 процентов от города адаптация генератор стал памятником гордыни и рабство а юра и равенство традиции так бонус хороших отношений разведчики добровольцы обеспечивают морозными отрядами ясно ну в принципе вроде как по описанию ребята неплохие ребята неплохие я когда-нибудь выполню эту задачу или нет найдите постоянный сночек тепла за пределами города почему почему а мне кстати больше не растет по и потому что скорее всего склад переполнен так чё там асбестовая облицовка что а я могу построить еще один логистический же скорее всего район правильно скорее всего только теперь чем не требуется еще рабочие силы окей меня рабочей силы не хватает они все ушли скорее всего на на добывание еды 2 еда минус 12 исследуйте сортировочный анкар сборщиков давайте исследуем о появилась появилась 200 рабочая сила 200 рабочая сила давайте прорубаться прорубать вот к этому наверное мне не хватит что это такое старая времянка мы сейчас еще одну сделаем попробуем еще что-нибудь мы еще одну построим если нам хватит сил конечно на это все что кончилось да все можно тогда это разрушить потому что смысла в этом здании у нас нет капец время 46 минут охренеть время пролетела короче ребята вообще жесть игра конечно сложновато сложновато не потому что ты не умеешь а потому что слишком много всего резко после первой части изменилось у меня еще отголоски первой части вот реально то есть я еще скучаю можно сказать по первой части мне первое пока что на на данный момент мне первое гораздо больше нравилась игра гораздо там атмосферы и страданий мне кажется было больше здесь вот я до сих пор пытаюсь понять вообще чё к чему чё к чему где вообще подсказки более-менее адекватные вот соответственно продолжим следующей серии поиграем еще несколько серий не знаю сколько но может быть штучек 5 потом может быть мы будем играть на стримах посмотрим ребятки пишите свои комментарии мнение что думаете а пока что заканчиваем подписываемся на канал подписывайтесь на канал рассказывайте друзьям комментируйте обязательно всем отвечу без исключения жмакайте колокольчик ссылку в описании поддержку канала добро пожаловать всем новым зрителям спасибо за вашу активность лайки дизлайки приветствуются и мы продолжим в следующей серии всем пока и